Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Есть такое изречение, что немало есть великих людей, рядом с которыми чувствуешь себя ничтожеством. Но по-настоящему велик тот, рядом с которым и сам чувствуешь себя лучшим, чувствуешь себя как бы близким к этому величию. И, наверное, многим из нас доводилось встречать таких людей, рядом с которыми чувствуешь себя лучше, умнее, достойнее, талантнее и так далее. И вот так бывает в человеческом обществе. Но тем более, когда мы ощущаем близость Божьей. Те, может быть, немногие минуты, когда действительно это было нашим личным опытом, когда как бы благодать Божия касалась сердца нашего, когда все вокруг казалось знаком любви Божией для каждого из нас, а вот Матерь Божия в этом жила, в этом состоянии. Это были не редкие минуты, а именно с того момента, когда она ангелу сказала в ответ на его пророчество, что ты станешь сыном Мессии, сказала, «Сероба Господня, да будет не по слову Твоему». И вот с этого момента Дух Божий постоянно с ней пребывал. Она постоянно жила в этой великой радости. И когда она пришла к Елизавете, вы помните, и Елизавета сразу, как только услышал голос Марии, об этом мы всегда читаем в Евангелии на Всеночной, под Богородичной праздникой, только услышал голос Марии и сказала, «Какая благодать, что Матерь Господа моего пришла ко мне!» И даже младенец зыграл радостно в очереде ее. Вот какая благодать исходила от Марии. Но не только в этот момент, но, конечно, во все последующие дни жизни, когда этот удивительный младенец был рядом с ней. Все мы знаем, особенно те, у которых же и внуки есть, какая радость исходит от маленьких детей, больших детей. Ну, конечно, когда они себя хорошо ведут, ну, бывают разные, конечно, состояния, но когда они хорошие, ну, прям замечательно, прям ангелочки. И вот тоже, конечно, в гораздо большей мере исходила от ее сына. Представляете, какой у нее, какой радость она все время жила. И не случайно поэтому вот сегодняшний Евангелие, который обычно читается о Мархе и Марии, этих двух сестрах, которые приняли Господа, а потом прилагается к этому маленький отрывочек женщины из толпы, говорит, «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». Блаженно, то есть, необычайная радость, необычайное счастье было у той, которая тебя имела в очреве, которую тебя питала, то есть, у матери. И действительно, как прекрасно быть матерью какого-нибудь замечательного, гениального человека, а тем более матерью Сына Божия. Вот в этом Мария пребывала всегда. И именно поэтому она совершенно особенным образом воспринимала и всю жизнь, и каждого человека, каждый при ней ощущал это радость и это счастье. И именно поэтому в Кандаке праздника мы слышим, «Приставилась ли к животу мать и сущая живота?» То есть, перевести на русский, перешла к жизни мать жизни. Вот это удивительное событие. Евангелие очень скромно говорит нам о Деве Марии, кроме вот сцен Благовещения, Сретения, всего лишь одно место в Евангелии от Иоанна, когда на браке в Канне Галилейской она действительно дает наставление слугам, которые говорят, что вот нет вина, все, и Господь дает странное довольно приказание, вот там стоят большие сосуды для омовения, наполнить их водой. Они озадачены, естественно, потому что, ну как, тут речь о вине идет, уже омовение все совершили, все за столом, вина не хватило, причем, зачем там еще раз наполнять эти сосуды водой, а Мария говорит слугам, что скажет вам, то сделайте. Думаю, вот эти совсем немногие слова, тоже в таком умоленном виде Мария предстоит нам. Всего лишь вот эти несколько слов нам сохранила Евангелие, но необычайно важных. Что скажет вам, то сделайте. Потому что, действительно, мы тоже часто не понимаем слов Христа. Часто они нам кажутся слишком, может быть, трудными, жестокими. Как часто люди говорят, вот, разве я не имею права на простое человеческое счастье? Это простое человеческое счастье это жизнь телесная. А Господь, как бы, лишая нас этого, как нам кажется, самого главного счастья, нам открывает возможность освобождать место в нашем сердце для чего-то гораздо большего. Для приобретения знаний, приобретения благодати, для нераслужения нужным, человеческим и так далее. Но для этого нужно мужество, чтобы этот шаг сделать. Нам нужно, как бы, отказаться от своих планов, от своих представлений, что для меня счастье. Но, тем не менее, вот это нам сказано, что скажет вам, то сделайте. И, конечно, замечательные слова у интерполита Антония Сурочского, когда он обращает наше внимание на то, что, когда мы читаем Евангелие, какие-то места особенно касаются нашего сердца. Он говорит, обращайте внимание на эти места, запоминайте их, потому что это то, где вы одинаково думаете с Господом. Это то, в чем Господь говорит вам в данный момент. И именно поэтому и это слово женщины, которая в сегодняшней Евангелии блаженно чрево носившая тяну. Потому что она пребывала в этой постоянной близости с Богом. Как нас охватывает радость даже за минуты какие-то редкие в нашей жизни, когда мы чувствуем эту благодать с нами, а она жила в этой благодати постоянно. Именно поэтому вот такие замечательные слова в одном из песнопений, прославляющих Пресвятую Богородицу, как честнейший херувим и славненьший без сравнения серафим. Честнейший, то есть драгоценнейший в глазах Божиих, драгоценнейший херувимов, то есть тех ангелов, которые летают вокруг, которые служат Господу, которые видят лицо Его. Почему так? Потому что ангелы это же духовные существа, они существа бестелесные, а люди имеют такую потрясающую привилегию соединять земное с небесным. Только мы с вами это имеем такую привилегию, потому что все животные существа, они только чувствуют где-то внутри себя духовный мир мы знаем по нашим домашним животным, но как правило далеки от него. А вот человек к этому и призвал соединить земное с небесным. И Божья Матерь, конечно, в высшем мире это соединяло земное и небесное. Именно поэтому она славнейшая без сравнения, без всякого сравнения славнующего ангелов. И поэтому нам важно еще вспомнить другое. А что же Господь сказал на прославлении женщины блаженной чревой носившей тя? А Господь говорит, тем более блаженной слышащей Слово Божие и хранящей Его. То есть это мы с вами. То есть важно не только быть рядом, но и то, что дается нам Слово Божие и хранить Его. Хранить это не просто помнить, а вот в таком месте написано то-то и то-то. А хранить именно жить в соответствии с этим. Это, конечно, трудно, но тем не менее это совершенно для нас необходимо. Это призыв, это наше человеческое призвание. Также давайте помнить об этом, идти за этим и ценить то, что мы имеем. Вот это почитание Божьей Матери, это близость через Него к нам. Мы имеем церковь, в которой мы можем приходить и все вместе присоединяться к этому замечательному нашему человеческому заданию. Вот мы сейчас в отпуске три недели были в Греции и насколько удивительно видеть преданность этого народа своей православной вере. Они там вошли в Европейский Союз, там все такое, вроде бы Европа, которая даже вычеркнула из своей Конституции, что европейская культура выросла из христианства. А они когда-нибудь сказали, что ну теперь как силы будете в европейских странах, там из паспортов то, что вероисповедение это убрать, там все, там демонстрация, тысячи людей вышли на улицы, протестовали против такого решения. Удивительно, вот мы были не на небольшом острове, там 30 на 60 километров, там 60 церквей, хотя не все, небольшие, маленькие, вот такое, как может наш клирс, вот такое церковь, но аккуратненькие, всегда есть народ, всегда есть люди, и что меня удивило, там на клирсе не старушки поют, как у нас там тихонечко такое говорят, вот, там мужчины солидные, такие, пошелые, все, поют, все хорошо, на разные голоса, так все, как-то сразу, очень солидные впечатления, когда на клирсе мужчины, так что есть чем подражать, и настолько они любят свою веру, свою страну, что многие из тех, кто эмигрировали когда-то, вот в 20-е, 30-е, послевоенные годы, кто в Австралию, кто в Канаду, очень многие сейчас возвращаются, в Грецию, при этом привозят, конечно, свои там капиталы и прочее, и поддерживают эти монастыри, храмы, вся такая чистота, многое гостеприимство, из монастыря, когда уходишь, предлагают очень простое, воду, бесплатно, и маленькие там кусочки хлеба, но во время жары, конечно, вода, это очень такое приятное, хлеб еще подкрепиться, так совсем хорошо, так же, какое гостеприимство, так что, замечательная такая страна, и особенно, у них такое отношение к русским, такое внимание, он же понимает, что мы только православные, все, так что, вот, совершенно такой замечательный опыт, так что, вот, ценить то, что мы имеем, вот эта поездка, мне как показалось, что, вот, не мы, нет никаких, какие-то чипенцы там, но православные, что это действительно страна, которая, из которой получили нашу веру, и которая продолжает также с радостью и уважением нас принимать. Будем благодарить Матери Божией за это особенное попечение о, вот, своих чатах, потому что, смотрите, вот мы празднуем множество икон Божьей Матери, там, Казанский икон, недавно праздновали, было явление сначала этой девочке, и они поверили, там, потом она все-таки подтвердилась, так далее, ну, удивительно, что такие же явления были спустя многие десятилетия в других странах, по точно такому же сценарию, какая девочка из Южной Франции, она, конечно, никогда в жизни не слышала, там, про Казань, про то, что там было и так далее, конечно, это не какое-то клише, которое там и там происходит, в Португалии, в Югославии, все, по тому же сценарию, Матери Божий, открывается, почему по тому же, чтобы убедить нас, потому что это не случайные совпадения в разных странах, которые друг про друга вообще ничего не знают, а что действительно ее попечения, поэтому будем и мы с вами прибегать и как бы раскрывать свое сердце на зрелище той благодати, которую Господь нам готов даровать через Пречистое Деву Марию. Аминь.